Всем привет, друзья! Друзья, вы на канале SkyTopGames, и это такой будет, наверное, подкастик о грядущем обновлении на этой неделе. Да, заметьте, на этой неделе. Space Engine колец. Да, настоящих, блин, колец для планет. Не плоских, как мы привыкли их видеть, просто одной узкой нитью и какие-то маленькие точки, передвигающиеся вокруг планеты, а будут реально 3D-кольца. Недавно нам разработчик показал трейлер, который он залил в своем YouTube-канале, да? Все помните, я вам его показывал. Так вот, в этом видео я хочу немножко поговорить об этих кольцах. Во-первых, что нам ждать? Давайте рассмотрим. Давайте вообще сейчас включим тот самый трейлер, посмотрим, порассуждаем. Кстати, я дико извиняюсь, ребят, за надпись «Активация Windows». Блин, пиратская версия. Меня предупреждали, когда я вносил свой ПК в центр. Ладно, сейчас не об этом. Так, представили нам трейлер, насколько вы помните, да? Давайте посмотрим его, наверное, для начала, да? Сейчас я даже включу музычку. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, вот такой трейлер нам представили разработчики. Теперь давайте попробуем немножко его, наверное, разобрать, посмотрим, что было показано. Конечно, на первый взгляд, что больше бросается всего в глаза и, блин, их режет. Реально, у меня чуть кровь из глаз не пошла. Ну, да ладно. То, что все астероиды и, блин, и камни здесь очень похожи на футбольные мячи. Они все круглые. Практически, практически через два, через три астероида, они круглые. Посмотри. Вот, давайте даже сейчас перемотаем маленько. Нет, ну, есть, конечно, какие-то и визуально неровные. По-моему, даже вон там есть какой-то плоский камень. Вот, допустим, вот этот камень, да, тоже неплохо выглядит. Но в основном, в основном, блин, они все круглые. Может, конечно, разработчик не стал особо париться, и так как нам эти кольца вообще, по-моему, я читал где-то в англоязычном паблике по Space Engine, нам эти кольца обещали аж с 2017 года. Так, это у нас Сатурн, да, получается? Да, Сатурн. Я видел просто здесь, знаете, что я заметил? Я заметил вот такую вот фигню. И что это за щель? Это щель Кассини, если это вид сверху. Подождите. Так. Конечно, качество скаченного видео не очень. Движение. Ну-ка, движение куда? А, это щель Кассини, да, это вид сбоку, все хорошо, ладно, я понял. То есть, это никакой бак, и я подумал, что за фигня вообще, что творится. И, кстати, самое эпичное, что можно увидеть в трейлере, вращение самих колец. То есть, каждое кольцо вращается со своей скоростью, да, можно обратить внимание. Каждое кольцо вращается со своей скоростью, согласно закону Кеплера. Это, конечно, классно. Так, вот раз кольцо, два. Блин, ну, колоссально, конечно. Ну, если не обращать внимания на вот эти все круглые мячики футбольные, блин, это уже хоть что-то, это уже хоть что-то грядущее, блин. Нам обещали 3D-воду, 3D-облака, ну, уже 3D-кольца. Я, блин, представляю, что сейчас кто-то смотрит и думает, блин, всё. Всё. Компьютер мой можно относить на помойку. Я думаю, что на помойку-то нести не надо, конечно, его. А вот поменять карточку во времена майнинга будет сложновато. Посмотрим, я даже не знаю, потянет ли мой ПК. Ну, потянет, конечно, но, блин, он будет, я думаю, очень нагреваться, злиться на меня, ругаться и всё прочее. Так, ну, что же, когда выйдет это обновление? Погнали с вами на сайт, на официальный сайт. Так, официальный сайт Space Engine. Посмотрим новости. Здесь у нас ничего нету. Последняя новость 28 ноября 2020 года. Но, если перейти на Reddit и найти официального разработчика по Space Engine, вот, пожалуйста, тот самый трек, который... трейлер, вернее, который выложили два дня назад, и здесь чёрным по белому можно перевести. Разработчик пишет, что это обновление зальют в публичную бету-версию, в бета-тест на этой неделе, на грядущей неделе, то есть нам стоит ожидать эту обнову. И это очень-очень-очень меня радует. Это очень офигенная, бомбезная новость. очень хороший прогресс. Так. Вот кто-то пишет, типа, и что нам этот ждать? Когда релиз? В конце года? Ну что ж, отлично проделанная работа, да? Разработчик пишет, нет, типа, на следующей неделе всё будет. Ну, хотелось бы верить, честно сказать, хотелось бы очень верить, потому что что-то новое увидеть уже в Space Engine уже очень давно. Хотелось, блин, хочется. Ещё, что я думаю, блин, интересно, кольца планет будут именно на всех планетах сделаны? Вот ещё интересует вопрос. Или, опять же, только, я не знаю, выльют там солнечную систему, блин, и вешается, и всё. То есть, там добавят на Уран, там, на Сатурн, и тонкое кольцо у Юпитера, вроде как, есть, да, там, можно будет рассмотреть. Ну, хотелось бы, чтобы, наверное, на всех планетах это было. Так, расстояние между ними, блин, а вот интересно ещё знать, на каждый камушек можно будет присесть? Или чисто это как будут текстуры пролетать через, сквозь них? Если будет, можно сесть на каждый этот астероид, это будет вообще здорово. с 2017 года. По-моему, даже есть в каждом камушке, вот я сейчас заметил, в каждом камушке, по-моему, даже есть ещё вкрапления, то есть, от ударов, от трения, наверное, камня. Астероиды сталкиваются постоянно друг с другом, и есть какие-то вкрапления. Это здорово. Посмотрите, сколько их здесь. Это просто невероятное количество, число их здесь. Просто миллионы. Миллионы астероидов. Да, вот это вот меня, конечно, очень заинтересовало. Щелька с синим, блин. Хотелось бы ещё бы, конечно, знать, сколько вообще будет весить эта обнова. Я надеюсь, что не очень много, хотя мне место всё равно позволяет, но проделанная работа такая, я думаю, она будет весить гигабайт 5-6 это 100%. Так. Планетари rings teaser. Space engine. А что нам ещё обещают? Так. Вроде бы как ничего. Я просто сейчас смотрю, узнаете, новости по этим самым по 3D-облакам, по 3D-воде. ничего вроде больше ничего такого нету, но по крайней мере вот эта новость меня уже очень-очень-очень обрадовала, повторюсь. Можно почитать ещё комментарии, что пишут. Так. Сейчас, подождите. 36 комментариев. Что, надо регистрироваться, да? Я не, блин, я не хочу. А вот, можно вот так открыть. Что-то пишут про оптимизацию, что будет теперь твориться с оптимизацией. Надеюсь, это будет очень хороший эксперимент. Так. А вот, кстати, задают вопрос, что будет системой, какая будет система. Разработчик пишет, что кольца проходили тест на RTX 2080, ну, а также они запускались на RX 560 RTX 2080. Вдумайтесь в цену. Больше 100K рублей. Это, ну, конечно, тебе позволительно, а вот для всех тех, у кого слабое железо, слабые видеокарты, я не знаю, как будем играть. Хотя бы, так, рекомендуется, но можно будет и попробовать на маленьких рекомендуемых минималках. Кольца очень масштабируемые. Да. Мой ПК этого не выдержит. Здорово. Расстояние от колец будет достигать друг от друга, я так понял, от сантиметра до метра. Это будут, они смотрятся как луны. Угу. Я буду пробовать их рассматривать в VR. Мне может кто-нибудь подарить VR? Ну, что же, давайте будем ждать нового грядущего обновления и и обязательно снимем новое путешествие, посмотрим, рассмотрим. Я надеюсь, что мой ПК, мое железо вытянет его хотя бы на минималках, но я надеюсь, что на средничке. Я буду пробовать и на максималках, но если не пойдет, значит, будем пробовать на средничке. Ну, что же, вот такой подкастик, ребятки. Ждем нового обновления, пишите комментарии, что думаете вообще об этом обновлении. Ждем конца этой недели, как обещал разработчик, и обязательно с вами все увидим, поиграем, рассмотрим. Все. Всем пока. Пальчик вверх, подписка на канал, и помните, что космос вселенной бесконечный, и наше путешествие только начинается. Пока.